В той час, когда сценичные карьеры Стиви Вандера и Би-Джиз приближаются до завершения, карьера украинской эстрадной зерки Василя находится на подъеме. Свит грошей и славы вот-вот открыет перед ним свои ворота, чтобы Василь смог занять в стиле украинского шоу-бизнеса свое гидное место. Алло, да, Барри Лебасов. Барри, привет, это Валентина из Киева. Слушай, как ты посмотришь на то, чтобы в твоей группе «На-на» появился пятый мальчик? Да, Василь зовут. Туповат, но талантлив. Давай, я тебе перезвоню попозже. Продюсер Валентин, вызывал я? Да, Василь, я тебя вызывал, у нас большая проблема. Да вы что? Ты знаешь, во сколько мне обошлась ротация твоей последней песни «Пындра-Калата» на колхозном ране? Продюсер Валентин, не «Пындра», а «Пындра-Калата». Какая разница? Короче, Вася, ты не отбиваешь вложенный в тебя денег. Да что цены отбиваю? Не отбиваешь. Ну отбивай, ну так, потихоньку. Вася, нам нужен скандал. О, так давай-то сделаем вот ту идею, помните? Вот то, что я вам предлагала с этими, с проститутками в хаяте. Нет, Вася, с проститутками будет очень дорого. У меня есть другая идея. Мы сделаем так, я обзвоню журналистов желтых изданий, назначу им встречу, и на этой встрече тебя будут избивать два здоровых мужика, я и мой водитель. Так будет реально дешевле. Продюсер Валентин. Давайте лучше, ну, с проститутками. Василий, если тебя будут избивать проститутки, это будет еще дороже. И еще, мне не нравится твой сценичный псевдоним. Кто ты там у нас? Как твоя фамилия? А что вы спрашиваете? У вас мой паспорт, возьмите да подивите. Спрашивают еще. Кто у нас по паспорту? Василь Дрючок. Да, Дрючок. Дрючок восемьдесят четвертого года рождения. Нет. Ты у нас теперь будешь, например, Виктор Кальценбоген. Виктор Кальценбоген, а? Ну, не звучит вообще. Виктор Кальценбоген. Вася, хочешь быть Виктор Кальценбоген? Вижу, хочешь, по глазам вижу. Все, я уже вижу этот тур по Луганской области. Тысячи поклонниц. Единственный концерт в городе Виктора Кальценбогена. Первый и последний. Это успех. Ну, хоть скандалы будут, и все у... У Виктора Кальценбогена каждый день будет скандал. Ну, так давай-то один из скандалов сделаем с проститутками. Ты что, озабоченный? Да не, ну... Ты озабоченный, Вася. Да я просто научу. Когда у тебя последний раз был секс? Ну, был неделю назад. С женщиной? Вот. Вот в чем твоя проблема, Василь. На, держи. Вот тебе 26 гривен. Давай, иди, оторвись. Иди к женщинам. Прожигай жизнь, Василий. Ну, добавьте, ну, еще хотя бы гривень 10, чтобы уже горело так, что... Ты прав. Ты прав, мой мальчик. Вот тебе еще десятка. Не отказывай себе ни в чем. Вперед. Так что, я теперь... Можу представляться, как Виктор Кальценбоген. Кальценбоген. Так что, я приду и скажу. Привет, проститутки! Я Виктор Кальценбоген. У меня 36 гривен. Кто на меня? Гениально. Вперед, мой мальчик. Я верю в тебя. Я быстро. Продюсер Валентин. Аля. Эскорт-сервис? Да. Мне нужен эскорт. В сауну. Пятьсот долларов одна? Дайте. Двисцы. Нет. Нет, говорю, нет. Вот Лейпциг, вот это вот Цюрих, Лос-Анджелес. Это не наша аудитория. Вот Коростенц-Бараш, это таки да. Это другое дело. Это наш кусок пирога. Я не собираюсь ни с кем им делиться. Понятно? Вот так и передай своему Витасу. Да все, повиси на трубе. Василий, что такое? Продюсер Валентин. Мне уже стало все известно. Что тебе известно? Мне стало известно, что у меня будет концерт на Донбассе перед шахтерами. Как вы с убийцей представляете вообще? Ну нормально, шахтеры крепкие ребята. Уж как-то потерпят полтора часа. Им не привыкать. Священный, самое главное. Я знаю, что вы хотите использовать меня и унизить. Что вы хотите подложить меня под директора шахты. Не, ну я, конечно, могу поступиться своим принципом ради парочки лишних концертов. Но как вы с убийцей представляете? Вы видели хотя бы того директора шахты? Какие винтовские? И кем у него пузо? И шо у меня есть девка с окружной? Василий, во-первых, во-первых, любая девка с окружной дороже тебя. Хорошо. Во-вторых, с чего ты решил, что я собираюсь себя подложить под директора шахты? Да вот, дивите, во всех газетах уже процепишут. И фотографии даже есть. Кто, кого и я, и сколько. Ну вот я смотри, твоя фотография большая, очень красивая. В Краматорске Зирка Василь собирается дать бесплатный концерт на площади для шахтеров и трудовой молодежи. Я не понимаю, где тут написано, что я тебя подложил под директора шахты? Вот именно. Вот именно. Продюсер Валентин, вы же умный человек. Ну? Что ну? Вы читаете между строк. И что? Что? Там же написано бесплатный концерт. И что у тебя все концерты бесплатные? А то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я знаю, чем цей концерт закончится. Вася. Включался. Взял эту газету и сожрал. Чего-то я буду есть. Взял газету и сожрал. Да не буду я есть. Газету взял и жрешь. Все прямо тут? Да. Соль ел вас? Нет, жри так. Мне для тебя даже соли жалко. И запомни, Вася, с сегодняшнего дня, чтобы я в твоих руках не видел ни газеты, ни журнала, ни книги, для тебя это вредно. Теперь пошел вон отсюда. Приятного аппетита. Алло. Ты вообще хоть знаешь, что про твоего Витаса в газетах пишут? Что его собираются подложить под директора шахты? Да-да-да-да-да. Даже фотки. А потом я сделал всего один звонок, и он таки получил своего народного артиста. Но настоящий успех пришел, когда я раскрутил Ива Бобула. Вот тогда реально поперло. Деньги, слава, все. Ага, ага, бачите? Подарилый на концерте и купленный не с кладбища, а вы казали никогда не подарят мне. Продюсер Валентин, це был успех, це был такий концерт, вы не представляете. Серебро грудей, душу мою радують. А вы... Вася, я так понимаю, что концерт в Василькове таки состоялся. Да не то слово. Вы шо, полный зал, 16 человек. Достали свои мобилки, давай меня снимают. А я говорю, во-о-о-о. Это вообще, это ЛАЦ Вегас. Продюсер Валентин. Мне уже кажется, шо я даже созрел для оргии в Хаяте. Все, 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 шо тут говорить? Заказывайте, заказывайте у меня элитных проституток. Хочу морю кокса и хочу цей виски Сивас. Чивас? Да, Чивас, давай-то. Хочешь? Да. Давайте. Иди, открой холодильник, возьми себе йогурт и успокойся. Шо? Жлобите, да? Опять жлобите для звезды, да? Человек, может, тут старался для вас, да? Рвал зал. Извини, извини, я не расслышал. Зал или зад? И то, и другое рвал. Что, между прочим, для вас? А вы жлобите. Зарубите мне хотя бы тоже миникюр. А вот это вот рано, Васечка. Я не хочу тебя баловать. Да ты и сам не хочешь, правда? Ты же не хочешь быть балованным, Вась? Да можно бы уже было и побаловаться хотя бы разочек. Не хочешь ты маникюр, то зарубить хотя бы педикюр. Я как раз сегодня ноги помыл. А вот педикюр тебе, Вася, будут делать регулярно, если я сдам тебя в аренду в театр Романа Виктюка. Что, серьезно? Продюсер, Валентин, ну, 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 ты лучший подарок. Серьезно? И это обязательно произойдет, если ты не перестанешь тырить мелочь у меня из карманов? Ты думал, я не замечу? Что ты думал? Зачем тебе деньги? Я дал тебе талоны на обед в столовку протезно-ортопедической фабрики. Зачем тебе деньги, Вася? Да то не для меня, то для автомата. Какого автомата? Ну, ты такой в магазинах стоит, что-то мягкую игрушку вот так достает. Ты одной поклоннице хотел подарить. Сядь. Ты вечно. Сядь, я скажу. Придет человек с настроением после концерта. Вы все возьмете и испортите. Теперь ближе к делу. Вася, сегодня вечером поработаешь на корпоративе одного очень солидного человека. Напомни мне, какие у тебя есть песни? Продюсер, Валентин, у меня уже пол альбома. Пора уже хотя бы и знать все песни. Первая тендра-каландра, друга серебро грудей и третья, это новая такая уточка. Ну, ремикс на тендра-каландр. Красно. Значит, смотри, заказчик Николай Иванович очень любит зеленый цвет. Что это, Николай Иванович? И слово жопа. Зеленый цвет и слово жопа. Понятно. Понял, да. То есть, оденешь костюм жабы и будешь в песне уточка вместо уточка вставлять жопа. Гениально. А еще, значит, как у нас там будет блок теперь выглядеть? Значит, фокусники, потом ты и закрывает блок дрессированная свинья. Подождите, подождите, я не понял, кто закрывает блок? Свинья дрессированная. Ну, это уже просто обидно, вы знаете? Чтобы я звезда, был на разогреве у какой-то там свиньи? У какой-то там, а дрессированная. Она, кстати, очень талантливая. Ты знаешь, какой у нее гонорар? Да знаю, знаю. В том-то и дело, что какая-то несправедливость. Один человек талантливый, старается, трудится, а какие-то там свиньи зарабляют гроши. Хватит. Больше работы, больше эпатажа. И я тебе обещаю, в один прекрасный день ты поменяешься местами с этой свиньей. Да вы все обещаете, обещаю. Я тебе обещаю. А пока иди, жуй желуди. Все, можно целовать, все готово. Ну, это точно мы потом поменяемся, да? Факов. А потом, зайчик, я развалил группу ТЭЙКЗ, представляешь? Новоречная ночь – жнива для шоу-бизнеса. И хотя замовите себе на новоречную вечерку зірку веселя, это то же самое, что танцевать польку на поминках, продюсер Валентин, как всегда, переконанный в успешности своего проекта. Настасия, звезда моя, ну это жизнь. Ничего не поделаешь, такое иногда бывает. Настя, незаменимых людей не бывает. Пойми, если Потап решил бомбить по корпоративам в одиночку в Новый год, – это его личная драма. Флаг ему в руки. Ну да. Я в состоянии обеспечить тебя человеком даже и получше, чем твой Потап. Я сейчас только щелкну, он появится. Василь, иди сюда. Вася. Добрый день. Здрасте. Добрый день. Вот, пожалуйста. Привет, Василь. Фу, кто это? Настя, это Василь. Василь, это Настя, познакомьтесь, ребята. Давай так, я без прелюдии, у нас сегодня очень плотный график. У нас шесть новогодних корпоративов. Одесса, Киев, Донецк, Ужгород, Киев. Ну, короче, надо успеть. Слушай, а ты Вася умеет петь? Ты стренды. Ну, конечно, умеет, Настенька. Продюсер, Валентин, ну что ты за оскорбление? Ну, зашла звезда, я понимаю, что она не бачила мой клип, ну, зачем оскорблять сразу? Я не буду с ней петь тогда. Вася, я не хотел бы... Да что значит не хотел, продюсер Валентин? Настенька, простите. Василь, я не хотел бы бить тебя в присутствии. Да что там бить? Я ударю тебя кулаком в лицо, и тогда ты точно не будешь петь с Настей. Какие проблемы, Василь? Ну, как в чем проблема? Ну, как, ну, продюсер Валентин, ну, вы подивите, ну, кто такая Настя Каменская и кто такой Зирка Василь? Ну, две звезды не живутся на одной сцене. Это конфликт, вы понимаете? Это как Пугачева и Сахиротару. Это как Крепчинские мозговые. Как Карина Плая и Камаля, понимаете? Вы бачите, мы с ней даже говорим на разных языках. Так, все, успокойтесь, истерички. Слушаем сюда папу, быстренько. Мне плевать на вашу несовместимость. Понимаете, это шоу-бизнес. Люди заплатили деньги, кэш, лаве, бабулес. Это значит, нужно садиться в бусик, ехать в клубик и открывать ротик под фанерку. Что неясно? Слушай, а я под фанеру не пою. И как я с ней буду работать? Вот как это не профессионализм, вы понимаете, продюсер? Какие есть варианты? Валентин, давайте сделаем с вами так. Я буду петь, а Вася будет там кричать, йо-йо-йо, я не вижу ваших рук. Ну, все. Гениально. Ну, все. Подождите, а мы не надо, продюсер, мы не надо испытать. Вы тут согласились, что решили? Что я буду, йо-йо-йо? Я себе беру бабки, я хочу нормально отрабатывать, петь песни. Понимаете, что значит, йо-йо-йо? Я буду делать все, как Потап. Потап так и делает. То, где я не знаю, я по-другому буду рубить. Ну, потому что йо-йо-йо. Нет, ты сейчас успокоишься. За что я буду бабки свою брать? Ты успокоишься, будешь делать то, что я тебе скажу. А что я лупанусь, лупанусь сейчас? Ну, простите, Анастасия. Ребята, я понял, что ваша проблема. Смотрите, дабы вы не перегрызли друг другу глотки прямо на сцене, я предлагаю сделать микс вашего творчества. Ну, тоже вариант. По-моему, прекрасно. Делаем микс. А что сейчас происходит? Микс. Что-то, 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 придурок. Половина моей песни, половина твоей. А, перемешай. Ну, да. Ну, как вы любимый салат Оливье. А, я понял. Все понятно. Давайте быстренько, репетиция и в путь. Как репетиция? Вот тут без фонограмма? Да, здесь без фонограмма, без грима, без костюмов. Давай, Вася, давай, качай, давай. Качай, ну, давай, 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 ручки. Качаем, 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 качаем. Ё, е, 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 бедрами, бедрами. Я не вижу ваших рук. Я вас вообще не вижу, люди. Мне надо попроще. Я тебе на своих концертах как? А, и много было этих концертов? Да, два, завод уже был бесплатный. Тогда, Вася, качаем, качаем, качаем. Раз, два, три. Если можешь, что, прости меня, а можешь забыть. Наливай ты комбайнеры по чуть-чуть, да по чуть-чуть. Наши чувства не спасти, их уже не вернуть. Ах, хорошая самогонка защемила трохи грудь. Если можешь, что забыть меня, а можешь прости. И тут я такие, как ты, ты знаешь, 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 знаешь. Як я хочу тебе, ты даже не представляешь. А вот это уже похоже на Козловского. Ну, да, он частенько тырит у нас песни. Серьезно? Есть такая проблема, и образ в чистую слезал тут. Да, 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 винтырить, да. Придешь, Митин, вот это качаем, мне так понравилось. Знаете, что, я поменял свое мнение. Я готов ехать с Настей Каменских куда угодно. Хоть в тур, хоть на край света в тур. Но, 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 алло, поаккуратнее на поворотах. Качаем, вот это так. Ты сжигала. Она научила меня вот это. Отработать я сначала деньги. Качаем, качаем, качаем. Потом качайте, качумайте. Так, все, ребята, времени мало. Быстренько, за Новый год. Это Анастасия. Конечно же. Цемь мне? Нет, Василь, это мне, а ты пить не будешь, потому что ты будешь за рулем этого буса, на котором вы поедете на корпоративы. С Новым годом, Анастасия. С Новым годом. С Новым годом, Вася. С Новым годом тебя, Василь. Качаем. Качаем, качаем. Почему нет Василя? Я что говорил? Мы работаем за сгущенку и два ящика яиц. Сгущенка есть, два ящика есть. Где яйца? Ящики пустые. Я тебе говорю, Василь не будет работать за одну сгущенку и два ящика, просто так. Короче, яйца в руки будут звуки. Все, я Василия не отпускаю. Давай, пока. Ах, амели вообще же. Продюсер Валентин, знаете что? Мне надоело, опять за еду, понимаете? Ну, как это так? Ну, вчера был концерт, они мне пообещали, споешь, накормим? Я спел, отработал, два часа, пришел, говорю, где мои бутерброды? Он мне говорит, пошел вон, еще в ухо дали. Давайте або договариваться, что меня кормят перед концертом, або я вообще не выхожу на сцену. Я вам привожу тут товары, все вы тут шикуете, жируете, а мне ничего, хоть бы пачку сахара дали. Слушай, Пастя, перестань меня раздражать, хорошо? В стране кризис сейчас. Кризис, денег нет, все. Все работают за еду, все. Не, Ира работает за еду, Тая работает за Иру, группа 4 короля. Вообще не поет и не кушает. А у тебя работа какая-никакая есть. И все-таки тебя кормят. И все-таки концерты у тебя есть, Вася. И где вон эти концерты? Где вон эти концерты? Один вчера? Все, с завтрашнего дня начинается. Шо? Шо начинается? Куча концертов, Вася. Да вы шо? Значит, завтра, в 7 часов утра, просыпаешься, одеваешь галоши и топаешь в направлении Фастова. Понял. 7 километров до Фастова, не доходя, будет деревня, там праздник, на стадионе выступишь, дашь полуторачасовой концерт. Понял. Подойдешь к человеку, там будет, и получишь в морду и два мешка гречки. Два мешка гречки берем из себя. Да, и идешь в белую церковь, в белой церкви меняешь гречку на дрова. В морду бьют? Нет, разницу допаешь. Понял. Полчаса, не больше. Дрова, 4 куба сосны, берешь и, значит, забрасываешь на себя, топаешь в Краматорск. Одесса. В Краматорск? Да. Помнишь, я тебе два зуба выбили? А, понял, там, где страшно было. Вот, приходишь в Краматорск, в Краматорске петь вообще не нужно. О, просто сбрасываешь 4 куба сосны, и будет стоять такая вагонетка, на ней пишет уголь для Василя. Понял. Берешь лямки и не спеша 5 км в час топаешь струсковец. Да, тяну ее за собой, ломаю асфальт. Полюбай. Приходишь в струсковец, заходишь в санаторий и зовешь директора. Ага. Вот, директор выходит, отдаешь ему вагонетку, дашь двухчасовой концерт, после чего директор должен дать тебе два ящика минеральной воды. Не нафтуся. Понял. Должна быть писать гидрокарбонатно-натриево, а ты сжоги, Вася. Я понял, а ты сжоги, все. Директор в курсе. Берешь эти два ящика и топаешь обратно в Киев. По дороге можешь давать где угодно концерты, выступать перед кем угодно. Гонорары можешь брать хоть яйцами, хоть курями, хоть бураком, хоть загущенкой. Ты понял, продюсер Малитин, это клево, конечно, мини-тур. А знаете, мне кажется, что мне будет завидовать. Вот все артисты, какие сейчас без концерта, как узнают, что у меня целый тыждень концерты, то это вообще. Вася, вот поэтому цени своего продюсера. Так, значит, мини-тур у меня есть. Давайте, я иду. Вася, только я забыл сказать. Черт, так язва прихватила. У тебя на все про все неделя. Хотя даже нет, знаешь что? Пять дней. Давай. Бон вояж, Вася, бон вояж. Алло. Сидир Михайлович. Да, готовьте гречку. Да, курьер пошел. Что надо делать, ребят? Разбежаться и прыгнуть головой в оркестровую яму? Блин, ну это любимая Васина фишка на концертах. Ну, конечно, я же знаю, о чем говорю. Хорошо, да, давайте я вам перезвоню. Привет вас. Здравствуйте. Видишь, пытаюсь устроить тебя в спектакль. Очень бомбовый спектакль. Спасибо, спасибо, продюсер Валентин. Вы мне скажите, вот вы меня хорошо сейчас бачите, да? Вася, к сожалению, да. Я слишком хорошо тебя сейчас вижу. Лучше было бы, конечно, если бы тебя сейчас здесь не было. То есть перед вами сижу, вот в вашем кабинете, это я, да? Ну, конечно, Василий. Хорошо. Теперь, давайте, сейчас я вам включу. Меня-то вот за ваш вот так. О, а ну-ка, дивиться. И кто там? Я вас вообще не вижу, люди. Концерт Зирки Василя в Мариуполе. Прямый эфир. Чуть-чуть, чуть-чуть. Я хочу, ну, продюсер Валентин, да вы подавиться. Он же точно, точно робит все, как я он. Он стесняется, как я. Да, парень красавица. Он, поэто, не попадая в ноты, как я. Он переживает, что ему не хлопают, обижается, что люди уходят с концерта. Все, как я робит. Что вы, ну, вы подавиться, это ж надо бить в колокола, это не треба сигнализировать, это ж копия с меня. Вася, это не проблема. Придюсом, я бачу, что вы не поняли. Так, а ну-ка, сейчас, секундочку, сейчас я вам докажу. Мне кажется, ты как-то слишком драматизируешь всю ситуацию. Сейчас, сейчас, сейчас. Алло, Галина Степановна, а скажи, будь ласка, где вы сейчас находитесь? А, на моем концерте, да? Я на сцене, да, в який город? Коломые. Коломые прекрасные. Коломые, я сейчас, Коломые, я стою на сцене, да, и что я роблю? Пьяный, пьяный, запутался в проводах и упал. Видишь, как всегда. Вася, все робот, все, как я, один в один, продюсер антинцы, надо судиться, это треба наказывать их подонки за цена. А, Вася, давай я сейчас тебе аккуратно попытаюсь все объяснить. Что, он тут объясняет, я не понимаю, что вы такие спокойные, треба кипиш поднимать, треба, что, в милицию звонить? Вася, таких, как ты, 38 человек. Ябцы. 12 зирок Василиев катается по Украине, 25 звезд Василиев бомбят по всей России, и даже один Василь Оглы катается по Казахстану. Кстати, у этого парня показатели лучше всех. Там очень тяжело, но у него постоянно полные юрты зрителей. Вот, в принципе, и все. Продюсер, Валентин, так что, получается, это я цей... клоун? Нет, клоун. Ну, то есть ты не клоун, ну, как бы, ты первичное говно, понимаешь? Вот, все остальное лепили с тебя, но ты оригинал, будь спокоен, Василий. Я матка цей пирамиды? Да. Ну, слава богу. Так, подожди, так если их, ну, то есть нас, ну, мне не так багато, то это ж концертов, но всех не хватит. Вася, на территории бывшего Советского Союза 126 тысяч сельских клубов, работы вот так. Тем более мы сейчас осваиваем новый сегмент рынка. Выступление на ярмарках, на базарах, будешь кататься в одной солянке с цыганами, у них как раз сдох медведь. А, в принципе, у меня все. Ну, все, я понял. Выбачьте, забеспокойся, я теперь понял, я на вершине пирамиды, они работают, я матка. Утики маме, не кажи про эту матку, а так, в принципе, хорошо? Вася, я могила, ты же знаешь. Говори, Степан, наклади трубку, потому что у меня все гроши проговорят. Все, до свидания. Давай. Алло, это мама Василя? Здравствуйте, это Валентин. А скажите, Вася дома? Дайте мне, пожалуйста, трубочку. Так, так, мамочка, так, так, не, все гаразд, все гаразд, так, как вы сказали, так, три игерочки на ночь, стільки купил, так, в чоботи поставил, не мерзну. Ни, не курю, не, 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 мамочка, я вам потом перетелефоную. Целую вас, до побачення. Василий, что такое? Что такое, да? Винчи спрашивай, что такое, да? Вася, мне лично спустить тебя с лестницы или вызвать, может, охрану? Давай, 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 убивай, убивай родного сына, папочка. Что ты смотришь? Что, до речи потерял, да? От неожиданности, конечно, я бы тоже так. Вася, ты долго бухал? Конечно, давай, записывай сына в алкоголики. Давай. Нет, 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 наверное, вопрос надо ставить так. Кокс или амфетамин? Да, да, молодец, папочка. В наркоманы меня еще забезай. Для этого ты меня родил на этот свет. Да ты посмотри на себя и посмотри на меня. Мы же как две капли воды с тобой, папа. Да про это все уже говорят. Вася, а кто тебе рассказал этот бред? Конечно, бред. Этот бред мне рассказала моя мама. Чему же правильно уже говорит наша мама? Какая мама, Вася? А такая, что в молодости тоже хотела петь так, как я, стать звездой. И вы ее продюсировали. А потом появился я и моя сестричка. У тебя сестра младше тебя на 4 года. Вы долго ее продюсировали, конечно. Вася, ты хоть понимаешь, что когда ты родился, мне было всего 11 лет? Да, оправдывайся, отец, конечно. Как там говорят? Молодой да ранний, да? Наш поспел везде пострел, да? Вот так говорят. Я, позабыв про все на свете, про карьеру, про дела. Вася, Вася. Руки убери, папочка. Юный продюсер влюбился в бедную. Василь. Руки убери, отец. Она сына родила и сестричку. Что тут делать? А пока не надо, папа. Взял в хоромы бастюка, чтобы издеваться над родной кровиночкой. Ладно, Вася. Допустим, судя из того, что у меня была действительно бурная молодость. Да, да. Допустим, я повелся на этот блеф. Конечно, да, блеф, да. И знаешь, как мы сделаем? Что, папа? Что мы будем делать? Скажи сыну. Мы сделаем так. Мы сейчас поедем в клинику и сдадим анализ ДНК. Если вдруг окажется, что я твой отец, твоя жизнь кардинально изменится к лучшему. Не бойся. Медицина не сбрешит. Правда восторжествует. Но если окажется, что это все глупая ошибка, то ты у меня всю жизнь будешь стоять на бэквакале у Павла Зиброва. Едем сдавать ДНК. Не надо. И куда ты идешь? В... Жо... По... Понял я. Все... Простите. Ошибочка вышла. СМЕХ Аля. Валентин Сергеевна, здравствуйте. Это Валентин, продюсер вашего Василя. Валентин Сергеевна, скажите, пожалуйста, а вы случайно в восемьдесят четвертом году не приезжали в Москву на сельскохозяйственную выставку? Да. Да, мою машину забрал эвакуатор. Да, ваш эвакуаторщик. Что значит заплатить? Сколько? Вы что там, обупели все, что ли? Ребята, я вам сказал, если машины не будут, то у вас будут проблемы. Понятно? Что такое, Василь? Что? Да вы понимаете, живем мы, как ци кощей. Объясни мне, Вася, я не понимаю тебя. Да что тут непонятного? Все соби тянем, все соби, соби. А потом чахнем над тем золотом. А вон люди занимаются благотворительностью, помогают страждущим, малоимущим, безнадежным всяким. Вась, я, кажется, понимаю, к чему ты клонишь. Вот смотри, Анжелина Джоли, к примеру, да, она усыновила нескольких детей. Если ты хочешь, ты тоже… Я дуже хочу, я дуже хочу, чтобы меня усыновила Анжелина Джоли. Знаете, так вечером хочется прижаться до материнских джолинских грудей и так… Так, мама, такие проблемы. Понимаете? Ну я не до чего. Меценатством надо заниматься. Понимаете? Чем? Меценатством. Где ты находишь эти слова, Вася? Давай разберемся сначала, что ты подразумеваешь под словом «меценатство»? Ну, продюсер Ронтин, ну что вы как ребенок? Меценатство – это помощь людям. Я уже даже прикинул уже, что нужно сделать. Он деду Степану до весны обязательно надо заборчик поправить. Обязательно. Сеструхи моей двоюродной. Уже два года нужно зубы сделать. Я не могу вот проходить мимо этого горя с чертым сердцем. Это тоже нужно промеценировать. Вот, пожалуйста, это вам этапы, куда мы будем вкладывать наши гроши. Вася, вот скажи мне только откровенно. Вот как ты считаешь, человек, который стал успешным продюсером, да, он может в одну секунду превратиться в идиота? Не, ну, продюсер Ронтин, все возможно в этой жизни. Так, Вася, все, пошел домой. То есть иди в жопу, Вася. Так, продюсер Ронтин, вот у что у вас такая за привычка? Вот где вы научились такому недослухать человека и посылать его домой? Я слушаю тебя очень внимательно, Вася. Бородьбы мне не хватает. Не хватает тебе бородьбы? Бородьбы. Иди в греко-римскую. Да я не про то. Я вам скажу, что люди борются против чего? Цель в жизни у них есть, понимаете? Борьба ставить, адреналин. Я тоже буду бороться против педикулеза. Ну, воший, воший голый, педикулез, воший. То есть ты хочешь бороться против педикулеза? Да, это моя аудитория. Они мне будут только хлопать и говорить, какой он молодец, он борется против педикулеза. И как ты это видишь? Да, очень просто. Уже я видел дыхборды висят такие здоровые. Концерт зерки веселя против педикулеза. Приди на концерт, задави гниду. Твои гниды – это твоя личная сексуальная драма. Это во-первых. И во-вторых, Вася, ты и педикулез. Вот как ты будешь бороться сам с собой? Вот и чего вы мне бороться, подскажите? Хочешь бороться? Я дуже хочу, у меня энергия таки прэ. Иди борись с эвакуаторами. Какими эвакуаторами? Точно. Я буду бороться. Подходишь, берешь эвакуаторщика и бьешь его в морду. Вася тебе будут рукоплескать все люди на трассе. Точно. Спасибо вам, продюсер Валентин. Вот целый мне цель поставил. Теперь жить хочется, понимаете? Теперь бороться я буду. Я даже вот так сделаю. Я выйду, вот так всю мою эвакуаторщику в морду. На! И достаю гитару, скажу. А теперь, люди, моя новая песня. И пошел. Понимаете? Вот спасибо. Все, я побежал. Иди, мой мальчик. Я верю в тебя. Алло. Редакция. Пожалуйста, фотографа на улицу Дегтяревскую, 14. Там эвакуаторщики будут избивать зырку Василя. Да не надо изменяться. Ну, что вы такое говорите? Ну, сломали черенок от лопаты Васи на голове. Ну, и что такого? Да его после каждого второго концерта в морду лупашки. Давай я перезвоню. Все, ладно, мы горячем отделайтесь. Пока. Что такое, Вась? Продюсер Валентин, радуйтесь. Мы все выше и выше поднимаемся до вершин шоу-бизнеса. Мы близки к успеху, как никогда. Что, ты все-таки купил себе диктофоны и приступил к записи альбома Васи? Да не то, продюсер Валентин. Короче, мей батя. Ну, там через свои связи в сельсовете доставил мне путевку в Поповку. На два тыжни. Уявляй ты себе. Василь, зирка Василь, два тыжни в Поповке. Вась, на самом деле мне очень сложно это представить, но в принципе я полностью поддерживаю твоего отца. Вот твое место именно в Поповке. Причем желательно, чтобы не две недели, а пожизненно. Я тебе сказал в Поповке? В Поповке. Два тыжни, зирка Василь, в Поповке. Вась, ты конечно, извини, но что ты забыл в этой Поповке? Вы ж лучше мэны должны знать, что именно в Поповке каждый риг проводится фестиваль прогрессивной электронной музыки под названием Казантип. Вась, давай так, чтобы тебя не расстраивать, мне кажется, что для тебя Казантип это как бы не формат. А как это? Ну, грубо говоря, не с твоим свиным рылом в Калашный ряд, Вася. Да ну, при чем ци автоматы Калашникова? Вы не запутайте меня, я уже все придумал, как я там появлюсь. Вот представляете себе, и где фестиваль? Децибелы, там лазерное шоу, битва диджея... Люди такой дым валит, и тут я таки з'являюсь с неба. Такие в лыжной маске, такая лампа, люминесцентная у меня такая синяя в руках. скажи пожалуйста ты что-нибудь употреблял то не продюсер у меня же решение ману шутки придумает мне просто то впечатление что ты не собираешься на казантип а только оттуда вернулся ну продюсер если он не нравится что я появляюсь небо так и скажи давайте лучше вот такие вариант земля развергнется под ногами танцующих на секундочку будет такая пауза люди так типа так даже диджеи замок и тут я опять маски это не твое это обидно я стараюсь я что-то придумаю постоянная в поиске выломает имени все творческие планы понимаете вы меня вот так бред и крыло обрезает и кстати ваза хорошо что напомнил про крылья завтра ты выезжаешь в тур по птицефабрикам украины на совместный проект с министерством сельского хозяйства тур называется чихать мы хотели на птичий гриб выруливаешь завтра концерты птицефабрики вот твоя целевая аудитория вася не казантип вот я не буду петь для курей во первых у тебя нет выбора во вторых будут люди будешь петь для людей люди не придут а это более вероятно будешь петь для курей зарплату будешь получать яйцами не трясти вася а получать это очень важно ну хорошо ну если уже немал выбора то можно хотя бы перед курями удинуть сумаску я не бачу ваших домики петушки а вот тут вас я я даже я я даже ничего не имею против я даже поддерживаю эту идею мне кажется от этого несучесть курить только возрастет спасибо я еду ну ты просто знали маска вот и лампам и не заводится вообще инга солнышко организм мне пожалуйста два билетика на казантип нет нет неналетний на то что сейчас да целую да конечно он справится ребята петь на похоронах это его призвание ну да какая разница что он будет петь главное что все будут плакать конечно друзья я отвечаю за свой товар ну да я перезвоню продюсер волянтин танцуйте ласечка танцевать я буду только на твоих похоронах чё ты ныбишься про мэна про мэна написали в газете филу статью усе усе читайте читайте быстрее ты уверен что нужно читать о концерт василя такого позора будинок культури трамвайного депо еще не бачил еще не бачил бачите значит всякий он бачил но такого шоу-балет мало чим відрізнявся від танцюючий шобли в дешевом ресторане ну ты залази ну не надо было набирать цей балет винделку нормальный пригласить давайте дальше все таки все давай давай але найголовніше о найголовніше це головний виконавец вот вася просто вразив всіх я примусив їх мозок кипіти від мої творчості і все внимание взял на себе врази всіх відсутністю голосу і танцювальних навиків все равно ж вразив чи вісім глядачів які випадково потрапили в зал майже всі вийшли після перших куплетів залишився тільки один чоловік який згодом виявився глухим це те про що я вам казав мій глядач він слухає серцем він всю мою творчість пропускає через душу і плаче на моєму концерті бо йому жалко мене навіть пожежа яка почалась після того як вася кинув окурок за куліси вас ти шо куриш та не я нашив бачка думаю подкурив кураж поймав затянувся на кидачу каже кинул як загорілась на і він продовжував виступ навіть тоді коли пожежники гасили полум'я піною після виступу прибиральниці довший час боялися зайти в зал тому шо їм показалося шо в залі проводились окультні обряди продюсер Вальдін я буду круче чим Мерлін Менсон це взагалі таке і крик стояв такий ніби там різали свиней і кіз яких приносили в жертву це я грав шо ви не поняли ні закінчився виступ василя тим що він сам собі подарував букет ромашок і сам собі хлопав десять хвилин стояче продюсерді ну это прорыв это прорыв я не хочу на тебе давити там на щось намекать но можно было бы дать мені премію а можно было бы Вася дать тебе по морде так щоб мордочка треснула по диагонали і по вертикали вы обіжаєте мене ну мій талант він как бриллиант він наточиться і достигне вершин потому шо артист він все стерпить как і туалетная бумага Вася после этой статьи я уменьшаю твой гонорар в два раза пошел вон отсюда не понимає мою творчість продюсер Валентин хоть кто-нибудь ее понимає але Ігнат статня неплохая ну а можно было ей пожестче я уменьшил ему зарплату только в два раза а должен был в четыре